Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков и в данном видео мы продолжаем читать новости из чата Диего Мартина. И здесь мы, как обычно, вопросы и комментарии от других участников выделены синим цветом, комментарии и ответы от Диего Мартина красным цветом. Мистер Диего, в прошлый раз вы сказали, что у вас есть отличные новости, но пока вы не можете ими поделиться. Когда вы сможете ими поделиться? Диего отвечает, да, новости есть, но у меня есть соглашение о конфиденциальности. Типа, мы на правильном пути. Вопрос. Вы подписали соглашение как генеральный директор, то есть как CEO? Его пока нет. То есть он подписал соглашение о конфиденциальности, но не как CEO. Мы уверены, что компания снова вернется к работе, но много ли времени это займет, на ваш взгляд? Диего отвечает, они могли бы исчезнуть год назад, но они продолжают посылать сообщения на почту, они проводят некоторые изменения. И если вы посмотрите более широко на ситуацию, то вы поймете, что это правда. Вот Диего видит ситуацию более широко. Следующий комментарий. Это очень хорошо, что вы говорите, что мы очень близко, и что у вас хорошие новости, которыми вы в данный момент не можете поделиться. Но можете хотя бы сказать, что это состоится в этом году до Рождества? Вот как. Уже до конца года человек рассуждает. Диего отвечает, я думаю, да. Сейчас у нас конец сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, да. То есть три месяца впереди. Кульнара сейчас подтверждает, что в нашем чате нет, в этом чате нет демократии. Почему люди не могут задавать какие-то, ну, скажем так, спорные вопросы, да. То есть какие-то выражать, может быть, несогласия с чем-то, да. Диего пишет. Они могут задавать, но с уважением. Последний парень, там, видимо, которого заблокировали. Последний парень делал это без уважения, поэтому его с нами больше нет. Ну, в смысле, заблокировали его в чате. Люди должны понимать, что и админы, и я, мы не работаем, мы не работаем на компанию на данный момент, да. Прочитайте правила. Мистер Диего, а не кажется ли вам, что как-то все происходит, ну, бесконтрольно? Там, в общем, ситуация вышла из-под контроля. Мистер Диего, а не кажется ли вам, что ситуация как-то вышла из-под контроля? Если я правильно понимаю, got out of hand. Инвесторы АГАМ говорят, что все будет решено после реорганизации. Мне кажется, здесь он неправильное слово использовал. Возможно, он имел в виду поддержку. То есть, когда в поддержку пишут, поддержка всегда одно и то же говорит, что все будет после окончания работ, после реорганизации. И Диего отвечает, я работал с АГАМ, у инвесторов нет никакой информации, не слушайте их. Поэтому я вот думаю, что, наверное, все-таки он имел в виду, вернее, тот, кто задавал вопрос, имел в виду не инвесторов, а поддержку. Потому что инвесторы повторяют только то, что Диего, например, в своем чате сообщает. Так, блокирование, удаление и выключение людей из чата, потому что их мнение отличается от вашего. Это не очень демократично, Диего. Я отвечу так же, как я говорю моему племяннику или моей племяннице. Тут непонятно, а кто говорит, что это демократия. Так, пожалуйста, скажите, китайские бизнесмены по-прежнему в деле? Если у вас предположения или идеи, как с ними можно связаться. А Диего спрашивает, а зачем они вам? И товарищ пишет, ну, конечно, чтобы сказать, чтобы они поторопились. О, да, они без этого никак не догадываются. Прямо ждут твоего звонка, чтобы ты им сказал, чтобы быстрее шевелились. Вот этот тоже человек как-то странно сформулировал вопрос, не очень понятно. Мистер Диего, а почему вы мне что-то не сказали о 5 сентября 2017 года? Ну, насколько я помню, 5 сентября 2017 года мистер Рабало вроде как собирался подключить платежные системы. И вот уже год подключает. Да, год прошел, а он все подключает. А Диего отвечает, меня не было в компании. Я ушел из компании 1 июля 2017 года. Последний раз, что мне сказали, что сейчас мяч находится у китайцев. И мы больше ничего особо не можем сделать. Ну, то есть, типа, сейчас получается, основным процессом рулят китайцы. А я никогда не говорил про июль. Имеется в виду, наверное, июль этого года, да? В июле я объяснил нашу тактику, что мы позвоним и раздадим деньги директорам сначала. И потом, значит, потом компания стартует и откроются выводы для всех инвесторов, но с некоторыми ограничениями. Но это он говорил про август. Я знаю много чего, но некоторые вещи я могу рассказывать, а некоторые вещи не могу рассказывать. Например, в офисе компании лидеры не могут фотографировать некоторые, ну, кое-что не могут фотографировать. Мы всегда защищаем себя, потому что не хотим, чтобы наша компания использовала нашу систему. И его спрашивают, мистер Диего, какие фотографии вы имеете в виду? Диего поясняет, когда вы приходите к нам в офис, что вы не можете делать фотографии в некоторых частях нашего офиса. Шпионы, шпионы там просочатся и будут чего-нибудь попади фотографировать. Так, дальше. Вот тут человек пишет. Я бы продолжил и сказал, что у директоров есть обязательство перед инвесторами убедиться, что, короче, отвечены все вопросы инвесторов. Ну, то есть задача директоров убедиться, чтобы не было информационного вакуума, да, чтобы на вопросы людей было отвечено, были отвечены. Например, вот здесь он пишет, что я бы даже сказал, что нет нормального, понятного объяснения, почему пять ветров продолжают платить, а Агам не платит. Как уже говорилось, что судебный процесс с Агамом прошел пять месяцев назад, деньги разморожены с того момента. И я знаю, что, может быть, это не совсем удачное место этот вопрос поднимать, но Ричард Ировский сказал, что это единственное место, где мы можем задавать вопросы. Вот, то есть вот человек задал вопрос. В принципе, логично. Логичный вопрос. Почему, например, в пяти ветрах, пяти ветрам платят, а в Агаме нет? Ну, правда, правда, опять же, что значит платят? Циферки начисляются? Ну, вот если бы вывод в пяти ветрах работал, это было бы другое. Хотя, кстати, если вспомнить прошлый год, 17-й, да, вспомните-ка, в Европе выплаты прекратились уже 1 августа, потом произошло разделение, как вы помните, и в Европе уже выплат не было, но в других странах еще выплаты продолжали идти. То есть в Агаме выплаты шли, а в Европе, которую отнесли уже к пяти ветрам, там уже выплат не было. Так, ну ладно, это был вопрос, и вот что Диего отвечает. А я не занимаюсь финансами, я не работаю в финансовой компании, я работаю в маркетинговой компании. И компания со мной общалась только когда я там был, потому что я спрашивал, они никогда не делятся информацией. Вот, ребят, ну читаешь вот эти вот слова Диего, вот, а я не работаю. Вот ему задают финансовый вопрос, а он, а он говорит, а я не работаю в финансовой компании, я работаю в маркетинговой. Вот тогда хочется спросить, товарищ Диего, а какого фига ты тогда что-то там обещаешь, что мы наладим, мы заплатим деньги там? Если ты, извините, ничего не знаешь, уже тут, наверное, у инвесторов должны разные слова возникать, да? Уважаемый мистер Диего, думаю, что ни у кого из участников чата нет претензий лично к вам, но недостаток информации от компании создает беспокойство, ну вы понимаете. И еще раз хочу сказать спасибо за создание этого чата, потому что мы здесь хотя бы получаем моральную поддержку, но мы занимаемся инвестиционным бизнесом, и не должно быть информационного вакуума, и здесь не должно быть места там каким-то мечтам веры в чудеса, потому что люди, которые инвестировали большие суммы, они, естественно, ну должны, хотят знать, а что происходит с их деньгами. Поэтому пусть руководство компании напишет нам, ну напишет нам какие-то новости или сообщения в бэк-офисе. Спасибо. Диего пишет, я могу это сделать, ну в смысле я могу, то есть типа, наверное, опять написать или сказать руководству компании, но, честно говоря, я думаю, они скажут, что это все будет, когда компания откроется. Это от меня не зависит. Ну, в предыдущих сообщениях Диего уже говорил, то есть он нам сообщал, что много раз, что, ребята, публикуйте какие-то официальные новости, но они его не слушают. Короче, полный игнор. Игнорируют, собственно, у будущего генерального директора. И вот вопрос задают. Мистер Диего, а как реорганизация может происходить без генерального директора? А Диего отвечает, они скоро решат. Мистер Диего, то, что сейчас происходит, ну вы как бы рады этому? Make you happy? Типа, ну дословно это счастливы, да? Ну, рады, счастливы. И Диего отвечает, да, я, ну, я рад тому, как все развивается на данный момент. Вот Диего радуется. Здравствуйте, мистер Мартин. Это правда, что вы не давали никаких обещаний относительно июля 2018 года. Но, зато вы очень сильно настаивали, как бы, что август будет наш месяц. И вы говорили, что вы будете генеральным директором Квестра World. И я бы хотел знать, а на чем, собственно, ваша вот эта вера основывалась? Вам дали какое-то письменное уведомление об этом и так далее? Простите, что я, может быть, покажусь скептиком, но Квестра, компания Квестра действует так, что у меня не создается впечатление, что вас собираются вообще назначать генеральным директором. Ну, кстати сказать, грамотно человек здесь высказывается. И он приводит здесь два момента. Значит, первый момент, что они на данный момент до сих пор вам не назначили вас генеральным директором. Ну, на дворе уже 23 сентября, действительно. Диего там планировал в августе все состоится. На дворе уже конец сентября. Диего до сих пор никакой не генеральный директор. Дальше. Пункт второй. Вы во многих много раз уже просили предоставить информацию в наших бэк-офисах. Но они вас игнорируют. Вопрос. Ну, это даже не вопрос, а комментарий. Они что, думают, что игнорируя вас, они как бы останутся на работе? Ну, то есть, если бы, например, если бы вы, Диего Мартин, уже были назначены генеральным директором, они бы, ну, вот так же могли бы вас игнорировать, да, не выполнять какие-то ваши указания и остаться с работой? Ну, наверное, нет. Правильно? И почему они думают, что вы их не уволите, когда вы будете CEO? Ну, кстати, разумные вопросы, да. То есть, если ты, Диего Мартин, будешь там главным в какой-то момент, ты будешь генеральным директором, то, извините, с какой стати относительно тебя там полный игнор? То есть, твои даже простые какие-то пожелания, например, публиковать, ну, это не Диего пожелания, это всех инвесторов, да, публиковать в кабинете какие-то новости. Диего неоднократно об этом просил, но всем просто по барабану. И Диего уже несколько раз повторял, а я, а я никто, я в компании никто, я ничего не могу, да. И вот Диего отвечает, ну, вы должны понять, что у них есть кое-что на уме. То есть, у них там, короче, ребята-китайцы там на своей волне. И во время реструктуризации они сфокусированы на этом. Ну, понятно. Короче, эти ребята, вот они тупо одну задачу какую-то перед собой видят, все, и не вздумай их отвлекать, потому что если их отвлечешь какими-то дурацкими сообщениями в бэк-офисе, все, то есть, они там на несколько дней из графика выпадают. То есть, я так понимаю, это вот такие ребята, что их отвлекать нельзя. Они должны выполнять четко только одну задачу. Не Юлия, а не Цезарь. Это Юлий Цезарь мог там параллельно несколько дел делать, а эти вот не могут. Хотя Диего сам там где-то, по-моему, говорил, что там типа народу достаточно. Мы думали, что в августе все будет уже готово, но что-то случилось. Ой, да что же у вас случилось? У вас целый год что-то случается. И мы должны это починить, ну, как бы исправить. Да, у вас целый год что-то случается, то, 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 то это. Да, это происходит в жизни. Да, да, это происходит. Да. Целый год уже, Диего, с вами что-то происходит. Вот тут товарищ пишет. Вот мое мнение такое, что у компании есть перед нами определенные обязательства. Поэтому для компаний очень важно должно быть, чтобы они постоянно публиковали какие-то новости, что происходит. Ну, логично. Извините, если 630 тысяч инвесторов вложили, ну, даже по скромным оценкам, уже миллиарды, да, там у людей в кабинетах, миллиарды долларов или евро. Да, так извините, ну, что это за отношение такое со стороны компании, что на протяжении, там, почти года, почти года никаких официальных новостей, да. То есть абсолютно наплевательское отношение к инвесторам. Я уже говорил в прошлых видео, ну, как к мусору. Ну, и что, что вы вложили там большие деньги? А нам на вас наплевать. А мы будем делать, что хотим. И вот, и вот, что Диего отвечает на этот вопрос. Это очень просто. Вы просто выбираете, верить, что компания заработает или не верить. То есть, ну, как бы сдаться. И ваши жалобы не исправят ситуацию. Ну, то есть, типа, веришь, верь, не веришь, не верь. Вот и все. Вот мнение Диего Мартина. Так, не поймите меня неправильно. Я, ну, признателен за ту работу, которую вы делаете. Я благодарю за нее. И человек, Диего отвечает. Деньги были заморожены. И мы не потеряли нашу веру. И мы работали еще, ну, как бы усерднее. А сейчас деньги разморожены. Только, правда, их никто никогда не видел еще, да. Деньги разморожены. И компания могла бы закрыться, но мы не закрылись. У меня есть проект. У меня есть проект, ну, или идея, проект. Когда это все запустится. Хороший проект. Но я должен ждать, как и все вы. Дальше. Ему пишут. Ну, тогда должны быть какие-то изменения. Диего пишет. Когда я буду генеральным директором, я сделаю необходимые изменения. Вопрос. А можем ли мы вам верить? Зависит от вас. Я не прошу от вас никаких денег. Я ничего от вас не прошу. Я с вами. И в хороших ситуациях, и в плохих. Я уже говорил. Если нам нужно будет сделать расследование, или пойти в суд, я типа с вами. Вот так вот. Диего готов уже с инвесторами в суд даже пойти. Но я начал для нескольких друзей. И теперь продолжаю ради всех. Я теряю время, которое я бы мог проводить с моей семьей. Я уволился с работы. Я такой же, как вы. Но я верю. Ну, я типа уверен. И я верю. Я знаю, что это тяжелый период. Мы все устали от того, что нет новостей. От тишины, молчания со стороны компании. Но нам нужно видеть горизонт. Горизонт надо видеть. И мы сейчас ближе, чем когда бы то ни было. Вот прямо финишная черта уже. Все. Уже все на носу. И я всегда делюсь теми новостями, какими могу поделиться. Сейчас я не могу все рассказать. Но все развивается очень хорошо. Ну, ребят, я не хочу делать видео слишком длинным. Поэтому пока, как говорится, на этом заканчиваю. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok